Папа может, папа может все что угодно. Правда в столичном конкурсе лучших отцов участникам не пришлось плавать брасом и рубить трава. Мужчины раскрывали свои творческие способности. Поднаблюдал за состязанием отцов и мой коллега Дмитрий Ковалев. Он готов рассказать все подробности. Название самого лучшего папы претендовали 8 мужчин. И все они такие разные. Тренер спортивной школы, актер драматического театра, охранник крупного предприятия и даже директор завода. Все они добились неплохих успехов в своей профессии и на общественном поприще. В их багаже благодарственные письма, почетные грамоты и медали. Их уважают коллеги. Это можно было понять, зайдя в зрительный зал. Каждого отца поддерживали дружные команды болельщиков. Но самые главные зрители на этом концерте – жены и дети. Самых лучших отцов объединяет одно. Им удалось создать крепкую семью. А у некоторых пап уже и внуки появились. На конкурсе мужчины делились секретами своего успеха. К примеру, Владимиру Арсееву, который работает заместителем директора комплекса микрохирургия глаза, любовь к своей профессии, удалось передать и дочери. Сейчас она трудится ординатором, но скоро станет офтальмологом. Свою семью Владимир приобщил и к массовому спорту. Я сам мастер спорта по офицерскому многоборью. Но это было в прошлом. Сейчас я люблю плавать. Я не хочу сказать, что я старый стал. Старый человек становится, когда у него стареет душа. Ну, может быть, своим примером. Может быть, им это нравится. Но, тем не менее, с горных лыж я не приобщал их к горным лыжам. Я сам любил кататься. Они, видя папу, приобщились к нему таким образом. Надо брать пример с таких пап. Это папа, которые когда-то служили в армии, работали, даже были военными. Сейчас они работают в простой мирной жизни. И нам, конечно, хочется, чтобы папа участвует в воспитании детей. Чтобы одержать победу, чем боксарские папы пели, играли на музыкальных инструментах и даже танцевали. Некоторым участникам пришлось нелегко, ведь на сцену они выходили впервые. Справиться с волнением им помогали жены и дети. Они тоже принимали участие в папинных постановках. Вот что получилось в итоге. Кто-то исполнял чувашские песни, кто-то срежиссировал массовый спортивный номер. Не всегда такое видишь в филармонии. На сцену то и дело выходили хоккеисты, футболисты и самбисты. Выбрать лучших членов жюри, среди которых были только женщины, было довольно непросто. Ведь перед ними выступали самые достойные отцы. Я думаю, здесь собрались все достойные отцы, потому что они знают, что мужское воспитание в семье самое главное. Вот они это хотят показать. Как они воспитывают в семье детей своих. Это все видно на сцене, на фотографиях видно. Естественно, таких отцов дети любят, уважают. Ну, наверное, каждая жена, каждый ребенок считает своего папу самым лучшим. Но, естественно, мы так же считаем. Мы его очень любим, ценим. Потому что он в нашей семье всегда всех уважает. А еще почему? Потому что он никогда... он всегда помогает своей семье. Мне остается добавить, что сегодняшний концерт показал папы. И действительно могут все, что угодно. Идеальные отцы еще не перевелись на земле. Чтобы это знали все, организаторы устраивают подобные конкурсы. Лучшего папа в Чебоксарах выбирают уже не первый год. Но от этой традиции отказываться не собираются и впредь. И как нам стало известно только что, победу в конкурсе одержал герой нашего репортажа, заместитель директора клиники микрохирургии глаза Владимир Арсеев. А в ближайшее время это состязание можно будет увидеть и в эфире национального телевидения Чувашии. Следите за программой.